Здравствуйте, уважаемые господа и дамы! Решил сделать в честь Тубишвата подарок для всех вас. Это первый выпуск нового короткого видео, называемого «Прослойки». В данном случае, поскольку рос шина для деревьев Тубишват, я решил немножечко поговорить о месяцах года. Возьмем первый месяц, обсуждаемый нами. Это в действительности третий месяц еврейского календаря, месяц Си-Ван, как мы его произносим сейчас. В древности, скорее всего, он произносился Си-Уан, потому что буква ВАВ, обозначаемая здесь, больше соответствует английской W или русской букве У. Интересно, что вы его акадейском источнике, а иерусалимский Талмуд Масаев Тросшина утверждает, что эти названия были принесены евреями из вавилонского календаря, он называется Си-Ману. Как мы видим, фигурирует буква М. Вот акадейский вавилонский вариант надписи Кли-Написил этого месяца. Как мы видим, интересную вещь при переходе из вавилонского акадейского языка буква М превратилась на иврите в букву ВАУ. Удивительная вещь. Си-Ман – это значит знак обозначения. На иврите он стал Си-Ван. Едем дальше. У нас есть другой месяц. Месяц Кис-Лев. В этот месяц начинается Ханука. Он тоже на иврите пишется с буквой ВАВ. ВАУ. Кис-Лев. Скорее всего, называли его наши предки. Есть веселая дроша на него, что это слово – это кис, карман, и лев – это сердце. Ну, правда, в лев сердце должна быть буква ВЭТ, а здесь ВАУ мешает. В любом случае, в акадейском варианте он называется Кис-Ли-МУ. Вот его русская транслитерация, вот как он пишется на акадейском языке. Опять обратите внимание, акадейская буква М при переходе в иврит превращается в букву ВАУ. Удивительно. Да не тут-то было. Дело становится еще интересней. Мар-Хешван. Скорее всего, был произнесен Мар-Хешван в еврейской традиции в древности. Очень много объяснений в еврейской традиции существует, почему он называется Мар. Кто-то переводит это с иврита, как горький, кто-то переводит это, как слово из книги Ишаяху, Мар-Капля, что в этот месяц начинаются дожди, что в нем нет праздников. Кто-то переводит это Мар-Сарамейского, как господин, потому что мы должны уважительно относиться к месяцу, в котором нет праздников, и люди могут к нему не проявить достаточно уважения, поэтому Мар. И вот такие вот объяснения встречаются. Все это бесспорно очень хороший, интересный дрошот. Но если мы посмотрим в источник имени Мар-Хешван, на акадейском языке он назывался Варах Шамну. Это два слова Варах. То же самое, что на иврите Ерех, месяц. Шамну – это Шмоне восьмой, то есть восьмой месяц. Вот так вот он писался на акадейском языке. Здесь у нас происходит вещь еще интересней. Акадейское мем в середине слова превратилось в вав на иврите, а акадейское вав в начале слова превратилось в мем на иврите. Таким образом, Мар-Варах Шамну превратился в Мар-Хешван. Для скептиков приведу еще один небольшой пример. Таких примеров, я уверен, при переходе названий из одного семитского языка в другое было много. Но у нас есть название одного цвета, которое в Торе называется Аргаман. Это вот такой вот фиолетовый цвет, который здесь представлен. И на иврите он пишется Аргаман с буквой М. Однако, если мы посмотрим в книге Даниэля в пятом, в пятой главе и седьмой пасуг, он там называется Аргавана. Опять, как вы видите, уже даже внутри наших библейских книг мы видим, что существует между различными семитскими языками вот этот шифт. Евритская буква М. В данном случае и арамейская буква В. Они меняются в одном и том же слове. И фиолетовый на арамейском Аргавана. И Аргаман и Иврите. Я спросил профессора, лингвиста израильского Тамары Ламкиндин по поводу этого изменения и объяснение, которое она мне дала, что буква М. и буква Вау обе губные, с очень похожей друг на друга звуки, и поэтому часто замещаются при переходе из одного языка в другой. Это была прослоечка на сегодняшний день. Всем счастья и здоровья. С вами был Барух Юабов. пом Cliff, Продолжение следует...